Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для садоводов и огородников. Сегодня я пришла в холодную теплицу, чтобы показать вам посевы зелени, которые я делала в марте. Когда я сюда в марте пробиралась сквозь сугробы и сеяла здесь что-то, многие относились к этому с недоверием. Но вот сейчас я вам хочу показать, что мои труды... Ну там какие труды? Сыпнула и пошла. Мои труды все равно не прошли даром. Вот этот у меня вот так вырос, тот гнилой и проросший лук, который я перебирала лук и плохой откинула. Вот его посадила. Я посадила его совсем немножко, больше всего, чтобы вам показать, что этот лук не нужно выбрасывать, а нужно прям в ранние-ранние сроки садить на зелень, на перо. Я его не использую, потому что у меня много батуна, батун уже хорошо на двух грядках растет прекрасно. Вот, короче, хочу показать. Лук, который садила, вырос хорошо. Салат, который сеяла, тоже вырос хорошо. Я его сеяла густо, и сейчас вот я его прореживаю, помаленьку убираю и отсаживаю уже в открытый грунт. Вдоль теплиц, вдоль дорожек, чтобы там уже не сеять, а была, да, ну готовая уже взрослая рассада. У меня и здесь вырастет салат немного пораньше, и вырастет салат на улице из этой же рассады, потому что там, если сейчас посею, я ждать долго. Потом у меня была здесь капуста брокколи, но я ее уже, вот видите, вынула, потому что здесь ей жарко, я ее уже высадила на улицу. Вот, кстати, одна есть брокколи. Я высадила ее, у нее уже был третий лист, и вот еще одна брокколи. Видите листик? Это брокколи. У меня, конечно, выросло здесь на моих грядках очень-очень много травы, потому что осенью я здесь удобряла перегноем. Но я не расстраиваюсь, и на прополку время зря не теряю, потому что я все равно здесь буду перекапывать под перцы. Сейчас вот это все вырастет, в том я все перекопаю. Вот такая у меня пекинская капуста, видите, я ее уже проредила, оставила реденько. Ту, которую я проредила, убрала, я или в стаканчики ее посадила, или посадила там вдоль грядок. Она у меня уже растет в открытом грунте. Вот это вот. Потом у меня выросли томаты. Сейчас покажу, они немножко подальше. Томаты скороспелые, которые с коротким сроком вегетации, можно тоже садить в теплице. Я тоже снимала видео посадки. Сейчас вот одно место посажу. Вот видите, дружно зашли томаты. Томаты нужно прореживать. Я сейчас их продергаю и оставлю столько, сколько мне нужно. И сейчас вот средина апреля, к середине мая, и к концу мая будет прекрасная, здоровая, закаленная рассада. Весь снег вокруг теплицы растаял. И пока снег таял, пока сугробы сходили с земли, в этой холодной теплице уже хорошо выросла, и начинает взрослеть наша ранняя зелень. Вот, пожалуйста. Так что все эти посадки мартовские, не бойтесь, садите. И тот, кто мне не верил, что в таком холоде может все вырасти, вот кто со мной вместе посадил, все пишут. На удивление, у всех взошло, и у всех все растет. Все, в следующем году поспрашивайте у тех, кто вырастил эту зелень, и сейте, все, кто не верил нам. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok